Значит вопрос такой. Уважаемый Станислав Ощич, расскажите пожалуйста, как вам, фронтовику, коммунисту, работалось в разные периоды нашей истории? Во времена Сталина, Хрущева, Брежнева. Были ли у вас картины на полке? Я начну с конца. Очевидно, один из самых главных недостатков моей биографии заключается именно в том, что у меня ни одной картины на полке не было. Если бы у меня были картины на полке, я бы наверное удостоился чести выступать на телевидении гораздо раньше. Но я могу вам сказать, что каждая картина это борьба. Каждая картина. И я не хочу жаловаться. Я вообще не люблю жаловаться. Потому что я считаю, что так и должно быть. Потому что если ты хочешь сделать в искусстве что-то честное, что-то правдивое, что-то искреннее, это обязательно кого-то будет задевать. И задевать очень сильно. А если те, кого ты задеваешь, обладают определенной властью, а иногда и очень большой властью, то они могут сделать все, что они захотят с твоей картиной. Я, может быть, только для начала просто расскажу про первую картину. Это была картина «Земля и люди». Она снималась по повести, которую решился тогда опубликовать в своем новом мире Твардовский. А у меня эта повесть была еще в рукописи, благодаря одному из редакторов «Нового мира», которому я чрезвычайно благодарен. Я не буду рассказывать историю создания всей картины. Я не буду рассказывать вам историю того, как мы подружились с Троепольским, потому что началось с того, что он хотел меня убить топором, значит, за то, что мы сделали поначалу. Это прекрасный человек, которого я обожаю. И прекрасный писатель. Это была сатирическая повесть, остро-сатирическая повесть о положении в сельском хозяйстве. С самого начала эту картину, конечно, мне не давали делать. Меня разбирали много раз и на партбюро студии, и на дирекции студии. И Сергей Аполлинаевич Герасимов, бывший тогда художественный руководитель, прочитав сценарий, сказал мне, ты что, самоубийца? Я после этого сказал, что, знаете, Сергей Аполлинаевич, только никому не говорите об этом. А я буду отвечать сам. И Сергей Аполлинаевич выдержал это. Ну, короче говоря, картину мы все-таки сняли. Конечно, я сейчас ее смотрю и улыбаюсь во многих местах, потому что лирическая линия там срезвычайно наивна. А вот вся линия, которую я вложил, всю свою ненависть в бюрократической системе и к тому, что происходило в сельском хозяйстве, и, к сожалению, происходит до сих пор, было в этой картине. Картина вышла на экран в день открытия 20-го съезда партии. Я горжусь фактом биографии этой картины, потому что она вышла, потому что, как вы прекрасно понимаете, я тогда не знал, что будет 20-й съезд партии, как и все, кто моего возраста сидит здесь в зале. Я вам скажу только одну поправку, чтобы вам было ясно какое-то время, раз мне задан этот вопрос. Это уже было время не Сталина. Во время Сталина ни один из нас не снял ни одной картины, потому что было достаточное количество мастеров, 35 человек или 50 человек. Все это были первоклассные мастера. И у нас, когда мы кончали гик, никаких надежд на то, что мы будем снимать самостоятельно не было. Я пришел на студию Горького в 52-м году, будучи работал режиссером. Вторым режиссером в картине у другого режиссера. Никаких надежд на самостоятельной постановки не было. Ну, я не буду тоже на этом задерживаться. Так вот, одну из поправок просто я вам расскажу. Вот, в частности, в этой картине есть такая сцена, где прицепщик, которого играл Ратомский, потрясающий и замечательный актер, которого нет уже, объясняясь с агрономшей, она его спрашивала. Скажи, Терентьев Петрович, скажи, вот каким образом вы определяете спелость почвы? А этот прицепщик не давал сеять не вовремя. Это то, о чем мы и сейчас говорим. Значит, он говорил, так это же просто. Сядешь на землю, чуток посидишь. Если, значит, терпит посредственно, то сеять вполне допустимо. Обвинение письменное, подписанное высоким начальством, было такое. Пропаганда отсталых методов агротехники. Значит, когда я объяснял, что это же шутка, да, дальше там был такой разговор. Она говорила, Терентьев Петрович, ну лучше же термометром. Он говорил, ну правильно, термометром лучше, но термометру терять можно, а это самое всегда при себе. Вот, значит, это, оказывается, была пропаганда отсталых методов агротехники. Я это говорю как пример того, к чему вообще могли придираться и в каких формулировках. А за этим, хотя это почти сейчас выглядит как чистый юмор, за этим стояло, в общем, ты делал первую картину, тебя обвиняли в том, что ты сделал контрреволюцию полную, и после этого ты не мог ставить никогда. Но тут, к счастью, этого не произошло. Я мог бы рассказывать истории о всех картинах, потому что точно так же дело было в Пенькове. В течение долгого времени не выпускалось на экран. И все это происходило так же. И меня обвиняли во всем в том, что, значит, такой деревни нет, что и не может быть, и что молодежь никогда в деревню не поедет, если она увидит какая-то деревня. Я предлагал сесть со мной в машину и поехать в ближайшую подмосковную деревню и показать там, что там живут точно так же. К сожалению, еще во многих деревнях и сейчас так живут. А потом эта картина стала, ну, я не скажу уж обязательно самой популярной, но дело просто в том, что вот песня из этой картины, я могу совершенно точно сказать, стала самой популярной в то время. И ее пели, по-моему, гораздо чаще. Огней так много золотых на улицах Саратова, парней так много холостых, а я люблю женатого. Хотя эта песня тоже подвергалась критике, ибо в то время любить женатых было нельзя, и песня считалась аморальной. Значит, но тем не менее, сейчас мы уже далеко ушли вперед, поэтому эта песня вполне легальная. Любить женатых можно уже. Значит, вот, и эту песню пели значительно чаще, чем песню «Шумел камыш», «Деревья гнулись» в определенных обстоятельствах. Вот, должен вам сказать, что я всегда был, есть и буду противником всяческих запретов в искусстве. Правда, тогда, когда это настоящее искусство. А вот это очень трудно бывает определить иногда. Так вот, это зависит от того, кто определяет, и по каким критериям. Так вот, запреты в искусстве не дают ничего. Я никак не могу понять людей, и не мог раньше понять людей, которые запрещали книги, запрещали фильмы, запрещали театральные постановки. Каждый запрет рождает страстную энергию в людях узнать, что это такое, увидеть это. То есть, это сразу создает благоприятные условия для распространения. А распространение все равно может быть, хотя бы даже и в рассказах. И поэтому гораздо лучше, когда это показано, потому что я всегда говорил и тогда, и сейчас, что наша система была настолько сильной, что я никогда не поверю, что когда-нибудь кинокартина, или книга, или фильм сможет разрушить нашу систему. Ну, не сможет. Понимаете? И поэтому вот запрет в искусстве – это очень вредная вещь. И мы счастливы, я лично счастлив, что мы дожили до тех времен, когда это не происходит. Это не значит, что все, что сейчас показывают и в фильмах, и пишут в книгах, мне нравится.